Боль идет, как талая вода. Хотите, чтобы боль ушла? Нужны верные друзья. А для этого надо самому учиться быть верным, учиться принимать людей, прощать, терпеть, заботиться о них. Идите, заботитесь о людях. Кто вам мешает? Есть бабушки, которым нужно кушать, у них не хватает на жизнь. Вашем доме найдите. Есть беспризорные дети. У нас есть клуб благость, который этим занимается. Кто из вас из клуба благость подниметел? Ребята, девчата, которые хотят, вот они приходят, добровольцы, помогают на лекциях. Учитесь так жить. У вас будут верные друзья, это будет ответ жизни. Ну, то есть, если вы так хотите, таким будете, вы находит на это время, вы говорите, нет времени, Олег Геннадьевич, работаю. Ну, хорошо, кто чем выбирает? Хотите защититься работой? Посмотрим. Если хотите верными друзьями защититься, это точно сработает. Потому что Бог действует сразу же через верные друзья. Может быть, верные друзья не дадут вам знания, которым вы будете следовать, но они дадут вам надежду на жизнь. Когда человек соприкасается с верным человеком, в момент, когда его бросили, когда он тяжело заболел, он сразу же возвращается сила Духа в его сердце мгновенно. Воль пройдет, как талая вода. Мгновенно возвращается сила Духа. Просто при контакте с верным Духом. С верным Духом. Потому что этот контакт означает контакт с Богом. Только через добрых людей Бог действует. Вы хотите предсказания своей судьбы? Спросите доброго человека. Не надо спрашивать астролога, психолога. Добрый человек вам скажет про вас. То, что он чувствует в сердце, это будет воля Бога. Итак, отношения имеют колоссальное влияние на человека, но только близкие отношения. Близкие – это те, которые вы считаете близкими. Например, вы привязались к мужу и жене – это близкие отношения. Но что, какой результат будет? Разрушение сердца. Потому что к мужу и жене не надо привязываться. Надо служить им, заботиться о них. И знать, что они будут вас испытывать в жизни. Конечно, от них будет исходить счастье, благодать какая-то, добрая сила какая-то исходить. Но также из лая может начать исходить. Ведь если ты расслабился, привязался к близкому человеку, что-то от него ждешь, на что-то рассчитываешь, значит, тогда начнется жесть. Обязательно. Но если ты рассчитываешь на друга, жесть никогда не начнется, потому что это особый вид отношений. Точно так же, как мать всегда будет в своем сыне видеть чистоту или дочери. Потому что такой вид отношений. Вот женщина, допустим, чистоту видит мужа, да? Приходит время и уже не видит. Но в ребенке она всегда будет видеть эту чистоту, потому что Бог так хочет. Он дает матери возможность видеть в ребенке всегда чистоту. И поэтому человек всегда заботится о своих детях, потому что хочет Бог. Через эту чистоту он заботится. Точно так же Бог создал отношения дружбы, в которых тоже всегда есть чистота. И дружба бывает разной. Есть младшие друзья, которые могут тебе спасти, помочь. Точно так же, как старшие. Есть равные друзья, есть старшие друзья. Запомните, если нет равных друзей, младших не получите. Кто такие младшие друзья? Это те, кто тебе дает возможности в жизни. Вот если есть младшие друзья, они тебе все организуют, помогают, там создают. Тебе вообще ничего делать не надо. Вот у меня столько друзей младших. Все организуют, помогают, все делают для меня. Но начинается все с равных друзей. Нет равных, не будет младших. Но запомните такую вещь. Самый большой подарок судьбы – это старшие друзья. Если вы можете кого-то слушать, вот лекции там, и чувствовать счастье, это называют старшие друзья. Но это только самый первый шаг Бога по отношению к вам. Потому что, поистину, есть и второй шаг. Второй шаг означает, что если вы следуете наставлениям, то у вас появится наставник не просто вдалеке, как Олег Геннадьевич, который там лекции читает. Хочешь слушать, хочешь не слушать, хочешь следовать, хочешь нет. Появится наставник, который будет рядом с вами. Будет в вашей вере, в вашей культуре. Это результат милости, которую Господь даёт. Вы говорите, как найти наставника? Или как поступить, допустим, в МГУ? Или как найти самую красивую девушку, как бы на планете, в жену? Никак. Это всё милость. То есть, если вы служите людям, заботитесь о всех, приходит время, и Бог даёт наставника, как милость. Скажет, ну, есть много возвышенных старших, хорошо, иди и почувствуй от него сердечное отношение. Есть старшие, пожалуйста, иди почувствуй. Ничего не чувствую, Олег Геннадьевич. Потому что они достоин. Только человек, который достоин, но у него сердце готово принять знания, тогда он принимает. Насколько бывает сильный контакт со старшим, и насколько возвышенный и сильный бывает старший. Нет конца, нет границы. Одна секунда со святостью может изменить всю жизнь. Серафим Саровский стоял на камне, не двигаясь и не разговаривая. Люди приходили, ловили только один его взгляд. После этого вся их жизнь полностью менялась. Навсегда. Потому что память о святом человеке неуничтожима. Она вспомнится в следующей жизни, позаследующей, потому что... Это и есть цель человеческой жизни, контакт со святостью настоящей. Но контакт означает также готовность вашего сердца. Можете увидеть человека, но не увидеть его. Можете услышать человека, но не услышать его. Все зависит от того, что там находится. Поэтому сердце нужно готовить, нужно воспитывать, искать чистоту в жизни и отвечать чистоту от лжи. То есть проблема заключается в том, что мы очень зашорены на себе, и поэтому дружбы нет. Ну, друзей. Почему нет друзей? Потому что вот эта зашоренность мешает. Человек должен учиться, служить людям. Не что-то от них хотеть, а служить. Это аскеза. Нужно через себя перешагивать. Надо ее совершать, и Бог будет давать что-то ценное в жизни. Надо идти на это просто в жизни. Смело идти на эту аскезу. Смело идти на эту аскезу. Смело идти на эту аскезу. Оelle либо asphalt.